здравствуйте друзья с вами канал кота ешь чеширский канал с ироническим юмором и не только сейчас я отвечу на вопросы которые часто задают чаще всего то есть у меня спрашивают были в других странах и почему так мало сняли только аэропорт у меня есть видео где мы как бы снимаем в вене только аэропорт потом летим на самолете в турцию вот ребят я хотел в вене побывать на в соборе святого стефана но потом когда мы прилетели туда получилось так что мы посмотрели в интернете что аэропорт находится очень далеко от города нужно ехать на электричке минут 40 потом после электрички нужно еще ехать на метро тоже минут 40 потом нужно сесть на автобус на такой то номер это нужно спросить где ну то есть нужно искать а ёжик у меня уже очень устал потому что до этого целый день с утра и где-то до вечера мы гуляли по варшаве мы прилетели в вену и там нужно было сидеть еще 10 часов то есть ёжик уже очень устал и мы решили не поехать никуда да еще и когда ты выходишь в город с аэропорта тебе ставят печать тебя как бы регистрируют тоже и могут возникнуть вопросы о прививках а к вид паспорте вот это все и мы поэтому остались только в аэропорту а когда мы прилетели в турцию там ну я потом расскажу наверно отдельное видео мы тоже там были где-то мы прилетели и уже через час нужно было проходить регистрацию в россию в краснодар мы уже потом просто искали где это очередь где эти терминалы находятся ставили печати также регистрировались и ну там даже если мы захотели погулять то мы бы и не погуляли я думаю будет время еще это не последние как бы путешествие да я не переживаю обязательно поедем везде погуляем даем по всем странам если все получится так как есть если бог даст да как бы говорится дальше вопрос нужно ли было по приезду в россию проходить карантин нет ребят карантину мы не проходили и никто с нас его не требовал за час до посадки в краснодаре мы летели с турции нам пришли и выдали такие формуляры чтобы мы заполняли анкету мы ее заполнили там было пишешь свои данные вносишь потом номер телефона адрес то есть когда и где вы будете находиться когда мы прилетели уже в краснодарском аэропорту когда проходили регистрацию оператор сказала что вы прилетите вы сейчас приедете домой в течение трех дней вы должны обязаны пойти в любую больницу издать тест на коронавирус потом с этим результатом вы регистрируетесь вы его регистрируете на госу услугах в личном кабинете отрицательный или положительный любой вы отправляете его вот мы так и сделали то есть именно вот карантин никто нам не говорил проходить мы просто сдали то есть и все так дальше 3 если есть европрививка нужно ли сидеть на карантине или сдавать тест те прививки которые в европе они не котируются здесь а те прививки которые в россии не котируются там так что смысла нет там делать прививку и ехать сюда то есть все равно она здесь недействительная а там и действительно вот наш спутник вы так четвертое когда вернетесь в польшу ребят мы заканчиваем все свои документальные дела и вот сейчас ёжик поехал получать паспорт приедет сегодня и еще там кое-что сделал тоже да мы наверное планируем так еще я тут кое-что тоже собираюсь доделать сделать и мы где-то наверное в конце октября поедем в польшу мы возвращаемся туда естественно так пятое чему ты кот научился в польше в польше я научился экономить воду представляете да вода дорогая горячая у нас и знаете как там вот когда вы снимаете квартиру вам говорят сколько вы должны платить за квартиру за месяц да и как бы сумма определенная одна тариф да за воду за электричество там за горячую за все и и вы платите каждый месяц одинаковую сумму то есть вы не смотрите на счетчики вы это все все равно сколько вы налили намотали всегда платите одну и ту же сумму потом через три месяца приходит контролер он снимает показания счетчиков и потом вам приходит дополнительный счет либо если вы больше истратили то вам приходит счет доплатить еще если вы истратили меньше чем заплатили вам возвращают деньги вот эту сумму где приходят через три месяца а у кого приходит через полгода то есть через три месяца к нам пришел такой контролер и потом прислали нам счеты дополнительно еще полторы тысячи злотых доплатить то есть вот как только к нам пришло полторы тысячи злотых доплатить мысль я сразу же научился экономить воду вот так так самое главное желание на настоящий момент самое главное желание на настоящий момент чтобы мы быстрее уехали в польшу чтобы у нас там получилось задуманное наши планы сбылись то что я хочу сделать и чтобы обстоятельства как бы звезды были за нас до всевышний был за нас и чтобы у нас это получилось как можно быстрее и и и как можно быстрее забрать свою мамочку туда вот это самое главное желание на настоящий момент конечно же зависит многое от меня но еще и от внешних обстоятельств от непредвиденных ситуаций конечно же тоже может случиться все что угодно но я об этом не думаю я рассчитываю на себя так дальше лена сравни зарплаты польши россии ну так долго я это все расписывать не буду подробно рассказывать скажу просто вкратце самое главное что понятно было сразу вам с января так сейчас минимальная зарплата в польше две восемьсот злотых с января будет три тысячи уже или три тысячи сто что такое это повышается только минимальная зарплата средняя не повышается вот и так а в россии минимальная зарплата это 12 тысяч то есть а продукты одинаково стоит что там что здесь если перевести вот что еще нужно знать чтобы сравнить и понять так 3 тысячи злотых это по моему 50 тысяч на на российские рубли и это минималка ну то есть там еще естественно вычеты налогов но это это не так важно и это не так ощущается как здесь в россии так знаете что восемь месяцев назад как бы мы записали видео на новый год наши планы на 2021 год я прикреплю эту ссылку и вы посмотрите как мы какие были у нас планы и что у нас осуществилось вот было это снято в новогодние ночи наверно поэтому многое уже сбылось так что ребята мечтайте и не просто мечтайте а делайте все для этого и все у вас получится еще хочу сказать по поводу комментарии мне пишут что удаляются комментарии ребят я никогда комментарии сам не удаляю удаляет youtube я не знаю по каким правилам он играет потому что бывают абсолютно безобидные комментарии без матов без оскорблений без каких-то там запрещенных слов там как у каких-нибудь типа прививки коронавирус что-то еще просто обычный диалог удалить может youtube и мы не знаем и спросить не можем у него к сожалению я лично знаете что комментарии не удаляю если вдруг что-то что-то мне не нравится очень сильно какой-то неприятный человек я просто его блокирую и он никогда больше не зайдет и не напишет мне ни один комментарий но это бывает очень редко то есть я выдаю высказываться всем свое мнение могут сказать все то есть ну естественно будьте корректны и не опускайтесь до оскорблений не опускайтесь до вот этого ниже плинтуса да как бы просто можно разговаривать на любые темы и я принимаю любое мнение любое мнение важно потому что каждый человек индивидуален и он личность с вами был чиши пока пока и